Обстановка передает всю торжественность момента, свою награду и знак команды Путина заслуженно получают победители номинации «Люди людям». Это профессионалы своего дела. О них, можно сказать, объединяют целые поколения. Это работники культуры, медицины и образования. Почетный знак. Команда Путина вручается. Артему Кириллову, режиссер-постановщик за байкальский коллеги фенармонии имени Олега Кузнецова. Наряду с основной деятельностью учреждений с 2006 года является художественным руководителем образцового ансамбля танца «Кирилловцы». На сегодняшний день в ансамбле занимаются более 200 детей, которые получают всестороннее развитие. А еще награждали тех, кто ежедневно вкладывает силы в общую победу. Речь о волонтерах СВО. Елизавета Вырупаева с начала боевых действий на Донбассе буквально поселилась на передовой. На первый взгляд хрупкая девушка вместе с единомышленниками ежедневно доставляет все необходимое бойцам на фронт. Честно говоря, тяжелее здесь находиться. Вот я сегодня сюда ехала два часа тоже, и я вот озвучила машине, что здесь 200 километров и кажется так тяжело. А нам мы по 800 в день наезжим, и этого не ощущается. То есть ты там постоянно на адреналии не работаешь. Но когда из-за ленты выходишь, уже чувствуешь, как тебя накрывает усталостью, недосып и все остальное эмоциональное. Вместе с Елизаветой свою награду в номинации «Все для победы» получают волонтеры, которые пускай не находятся в зоне СВО, но их вклад неоценим. В преддверии церемонии награждения активисты Народного фронта собрали большую часть руководителей и участников добровольческих отрядов края. Они шьют, вяжут, плетут и мастерят в перерывах и даже во время работы. Все для победы. Ну это наша работа, мы просто работали. Мы ни за премию, ни за награду работали. А кто кроме нас? К сожалению, многим волонтерам не удалось побывать на церемонии вручения. Работа ведется ежедневно, но награда дойдет до своего обладателя. Обещают в Народном фронте.